Ну, вы знаете, так сказать, политика штука сложная, и понятно, что все, что связано с политикой, это удивительно неоднозначные вещи. Никогда они однозначными не были, не будут и не являются сегодня. Вот, я считаю, что, конечно, Собянин наиболее вероятный, так сказать, будущий мэр Москвы. В принципе, я за Собянина, потому что уж я точно не за Навального. Я считаю, что, так сказать, вот эти люди, которые называют сегодня себя демократическими силами, это, в общем-то, в принципе, персонажи, которые поднимают бурю даже не в стакане, а в наперстке, как правило. И я лично за Собянина. Конечно, в Москве очень много проблем, и, безусловно, ни один мэр их быстро не решит. Вот, но мне кажется, что все-таки у Собянина, во-первых, есть опыт, во-вторых, есть, так сказать, ресурс определенный. Вот, а нам экспериментировать нельзя, с Москвой нельзя экспериментировать. У нас и так ситуация уже достаточно тяжелая, поэтому я лично считаю, что самый правильный кандидат Собянин. То, что же касается непроходных кандидатов, то, простите, но есть кандидат от Яблока, есть кандидат еще от кого-то, есть еще какой-то кандидат. Но они вообще непроходные, они политические, так сказать, клоуны, по сути дела. Потому что я убежден в том, что на самом деле ни один из этих лидеров по-настоящему-то и не сможет, он, может, и хочет, но он не сможет быть, собственно говоря, мэром Москвы. И не то, что мэром Москвы, на всех политических уровнях, во всей политической жизни нашей страны, я считаю, что и официальная, и неофициальная оппозиция, в принципе, лузеры. То есть они не являются настоящей оппозицией, имеющей хоть какой-то шанс на успех, и хоть какой-то, вернее, даже не на успех, может быть, так случится, вот чудо такое, кто-то из оппозиционных лидеров придет. Вот, но это будет фиаско, это мое мнение. Спасибо.